Так, ну что, друзья, проводил эксперимент с этим средством, как оно отмывает серебро столовое, скажем так. Вот такой вот попал ко мне бокальчик, довольно интересный, он из серебра, это мы можем понять по тем пробам, которые у нас указаны на самом бокале. И я хочу его сейчас попробовать помыть, вот эту вот всю грязь очистить с помощью средства для серебра. Как вам такая идея? Давайте попробуем, вот, посмотрим, как будет отмываться данный-данный бокал. Вот так он со стороны и выглядит. Его чем-то, видимо, мыли, терли, здесь есть какие-то, видите, остатки того, что его отмывали, чем-то пытались почистить. Посмотрим, как это будет сделано профессиональной жидкостью для серебра. Растворчик возьмем, лишь турмовский, и попробуем его замочить. Так как жидкости тут не совсем много, у нас 150 миллилитров, я вырезал вот такой вот стаканчик из обычной пол-литровой баклажки. И что он планирует сделать? То есть залить туда жидкость и поставить этот стакан внутрь, чтобы он немножко откис, и тем самым каким-то образом начала отмываться грязь. А потом жидкость назад мы выйдем туда. Давайте, что ж, попробуем. Ночку берем, который, собственно, монеты обычно загружаются, да. Самую жидкость перельем в этот стаканчик. Ага, вот 150 миллилитров у нас поместилось аккуратненько. И теперь будем размещать туда, собственно, вот этот вот наш бокал. Таким образом, чтобы жидкость, видите, полностью его, попробую показать, полностью погрузила. Вот, ну все, оставляем, посмотрим, что получится. Так, ну что ж, промежуточный я достал вот этот вот бокальчик. Конечно, выглядит он очень круто, прям блестит очень сильно. Конечно, видны какие-то на нем царапки, потертости. Вот внутри, видите, там, где не обрабатывалось, и снаружи довольно-таки он яркий. Сейчас я его переверну вот этой стороной, опущу в жидкость, посмотрим, что будет с ним еще через полчасика. Как вам она? И теперь можем посмотреть, как она выглядит сейчас, после того, как я сейчас щеточкой ее помыл. И вот она у нас, собственно, была в этой жидкости, вот этой вот, для серебра. По времени все заняло, ну не больше где-то трех часов. Выглядит, конечно, супер, прям как вообще, как новое. Конечно, с точки зрения применения ее, ну каждый сам решает, насколько ему интересно чистить или оставлять с патиной данные разные приборы или какие-то столовые стопки, чашки. Вот покажу вам пример, как выглядит без мойки, да. То есть тут мы видим старинная патина, довольно красивая, и здесь я не планирую его отмывать. Он также серебряный, смотрится довольно прикольно. Ну вот, почему, собственно, я решил помыть эту, потому что частично ее уже пытались отмыть, и она была такая, с одной стороны отмыта, с другой стороны нет. Поэтому я решил, что все-таки стоит до конца доработать и посмотреть, заодно протестировать, как это средство работает. Ссылочку на магазин, где я покупал, я оставлю в описании. Так что обязательно переходите, покупайте для своих монет, для своих столовых каких-то приборов, для своих столовых каких-то вот таких вот серебряных чашек. Ну что ж, результат, результатом я доволен, при том, что это какого-то сильно длинного времени не заняло, то есть это не откисало, но у меня там целые сутки. Конечно, если разместить его гораздо на сутки или больше, скорее всего, эффект будет гораздо больше, гораздо лучше. Какие-то, какие-то, может быть, остались тут, хотя в целом очень-очень хорошо оно отмыло. Вот, довольно симпатично смотрится этот серебряный бокал. Бокал, можно сказать, готов к использованию. Можно ставить его на стол и каким образом использовать. Так что давайте начнем. Всем пока!